Вы посмотрели предыдущую программу еврейскую и что-то вас там задело? Ну, вы знаете, меня не то что задело, просто была сделана программа, как я посчитал, в формате еврейского анекдота. Про секс сегодня ни слова. Сегодня моя мамочка присутствует в этой программе, поэтому не надо. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Алена, Яна и Ника, а жених у нас Джордж. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вам, проходите. Спасибо. Джордж, 36 лет. Разница менталитетов не позволила ему создать гармоничный союз с русской женой. Джордж – бизнесмен в сфере производства офтальмологического оборудования. Совладелец завода во Франции по производству инжекторов для глазных хрусталиков. Много путешествует, гордится тем, что поднялся на скалу язык тролля в Норвегии. Своей спутницей жизни видит эрудированную озорную еврейку, которая не зависит от рабочего графика, на всё имеет своё мнение и сможет по достоинству оценить его чувство юмора. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вам очень рады. Джордж – это имя данное при рождении или это американская версия имени, которую дали родители? Вы знаете, мы эмигрировали в Америку в 89-м году, и в Америке есть тенденция американизировать русские имена, так как американцы не могут произнести мягкий знак. И данное имя у меня Игорь, и американцы не могут его нормально произносить, прожить всю жизнь с коверканами. Тогда лучше Гагик. Гоги. Нет, Гоги – это Георгий, и Джордж – это Георгий. Просто мой муж Игорь, и его зовут Гагик в Израиле. Гагочка. Вы знаете, слава богу, мы эмигрировали в Америку, потому что Гагиком тоже не хотелось бы быть. Если он тебя заберет в Америку, ты там останешься, это точно. Даже без него. А я знаю, что у вас даже миссия сегодня особенная. Ну, миссии нету. Нет, но вы посмотрели предыдущую программу еврейскую, и что-то вас там задело. Ну, вы знаете, меня не то что задело, просто была сделана программа, как я посчитал, в формате еврейского анекдота. Ой, неправда. Послушайте, когда все евреи вокруг, как мы можем? Мы можем сами над собой смеяться. Это нормально, я вас умоляю. Здесь просто находится кулон, но у меня есть еще цепочка к нему. Если ты выберешь меня, то я тебе подарю цепочку к нему. Не ёкнул? Ну, ёкнет не все же сразу. На той программе сложилась пара. И вам я сейчас вот доказательства просто могу предложить. Джордж, я вас умоляю, не завидуйте. Правда, невеста красавица, и она просто мила была, ну, ну, чрезвычайно. Ребята, молодцы, что вы продолжили общение. По-моему, интересный молодой человек, да? Да, интересно. Но вы еще и комплименты, между прочим, раздаете за кулисами, что вы мне сказали. Зачем мне невеста, вы такая красавица. Поднял мне настроение, а что значит, настоящий мужчина. Хорошо, Джордж, вас увезли родители в Америку, и невесту вы встретили уже в Америке? Да, я встретился с невестой, хотя она была из Москвы, мы познакомились в Америке. И она была русская? Да, она была русская. Родители не сказали? Ну, смотрите, у меня родители очень уважают мое мнение, и, естественно, я, конечно, думаю о своих родителях, но все-таки, когда любишь человека, все равно это не важно, русский или еврей на тот момент. Выясняется, что важно, все-таки нужно жениться на своих, и девчонки вот кивают. Я считаю, что должно быть 50 на 50. У меня есть друг евреям. 50 на 50, это как понять? То есть она еврейка и любовь. Но это уже у тебя 100% и любовь, и еврейка, знаешь? Ну да. Вы прожили три года. Почти четыре мы вместе были. Детей не забили. Чье было желание не заводить детей? Ну, вы знаете, это не то, что было желание, просто у меня был момент, где я очень много работал, путешествовал, и не дошли до этого момента, и как показалось... То есть вы не спали, что ли? Нет, ну, я сейчас... Или у вас ритмы жизни совпадают? Нет, ну, просто я был две-три лет... Так, Роза, прошу тебя, про секс сегодня ни слова. Почему? Сегодня моя мамочка присутствует в этой программе, поэтому не надо. Поняла? В Советском Союзе секса нет. Да. Это у тебя только одеть тогда от кого? У метода-то пучкования. Кстати, отчестных туалетов не было, помните, да? Аист у нас. Хорошо, а что время не было на аиста? Может, тебе не нравится аиста, я по женщинам. Поняла, Роза? Не поняла, да. Изуалированно так. А он как раз хочет девушку с чувством юмора, я юмор его не понимаю. Ну вот, я же еще девушка, которая поймет, хочет с чувством юмора. Интеллигентный молодой человек, и похожий он хочет. Да, с чувством юмора. Да. Скажите, вы состоялись в Америке, ваша мечта сбылась? То, как вы запланировали себе в юности, все у вас получилось? Ну, смотрите, я с 18 лет езжу в Россию и провожу полторы-две недели в месяц здесь, и занимаюсь работой и здесь, и в Европе. То есть, у меня так сложилась жизнь, что у меня нету привязанности к одному месту. Не живет в одном месте, как он сказал, постоянно разъезжает. То, что ты любишь, да, получается. Да, это же такая лягушка-путешественница. Скажите, а эти расстояния не, так сказать, не спровоцировали ваше расставание? Вот. Вы знаете, я думаю, что одна из вещей, которые спровоцировали расстояние, ну, расставание, это было то, что я много времени по работе проводил в других местах. Вы изменяли ей? Естественно, нет. А она вам? Ну, я надеюсь, что нет. Скажите, пожалуйста, у вас ортодоксальная семья? Нет, у меня семья абсолютно светская, советская семья, хотя... Ну, какие-то традиции все равно, наверное, есть? Нет, у нас все праздновалось, но у нас семья абсолютно была светская. Ну, емкий пур не соблюдали? Нет, ну, у нас папа, естественно, ходил в синагогу на емкий пур, но это нельзя назвать ортодоксальной семьей. У него такие хитрые глазки, но вот вроде бы вот он такой не... мне кажется, немножко нервничает. Вот он... я бы сказала, чтобы они были... чтобы он был какой-то там подл или что-то такое. Наоборот, очень добрый, мне кажется. Роза, а теперь любимая тема. Да я уж тут посмотрела. В принципе, ну, по крайней мере, он мотался с одного континента на другой. Не просто так? Не просто так, собственно говоря. Вы соучредитель, мне очень понравилась заводик у вас во Франции, неплохо вообще-то. Я даже про хрустальки говорить не буду, мы сейчас все со зрением плохо с этими гаджетами, всегда работа будет. У вас много машин, я знаю. Ну, есть несколько... Единственное, что я переживаю, вы все время квартиру снимаете. Это что за область такая? Есть где-нибудь, куда корни пустить? Нет. Пристанище, где в Америке? Нет, смотрите, у меня есть квартира, которую я снимаю в Греции. Да нет, вы снимаете, мне съемная квартира неинтересна, мне недвижимость, которая за вами закреплена. Нет, смотрите, я когда женился, мы взяли и совместно построили дом. Ага, а попилили его этот дом-то? Ни в коем случае. Вы отдали жене? Конечно. Прям не еврей какой-то, да? Это не еврей, да. Я считаю, что это совсем не важно, есть ли у него квартира или нет. Самое главное, что он работает и... Да она как сваха должна все выяснить. Все имущество, недвижимость, поэтому у нас такие, конечно, вопросы. Вы сегодня пришли за своей, за понятной. Она должна быть россиянка или... Абсолютно не важно. Не имеет. Вы знаете, я классический гражданин мира, поэтому если есть общий фундамент еврейский и русский... Но вот из Израиля приезжали женихи и говорят, я говорю, а почему не на израильтянке-то? Ой, говорит, нет, замените расстрелом. Такие балованные, избави Божьей, они уже там пожили, там родились, на казе не подъедешь, у них такие запросы, поэтому хочу жениться на еврей, но вот московского разлива там, допустим. Вы знаете, я считаю, что должен быть правильный человек. А если человек правильный... Тогда давайте по пунктам. Правильная женщина, будущая жена для вас это? Смотрите, женщина занимается домом. Должна уметь готовить. Естественно, она должна выращивать детей, она должна следить за уютом. В принципе, в еврейской семье женщина больше следит за соблюдением традиций, чем мужчина. Правильно. Зачем он сам отказался от... Ну, расстался с женой, и потом ищет новую. Зачем? Потому что ему не совсем нравилось жить с этой женщиной. У них не сложилась жизнь, так бывало. А потом он хочет еврейскую жену. Понимаешь? Поэтому и еврейство по матери определяется. Потому что вы такие тоже ходоки, своими маслинами вот так вот будете за кулисами комплименты делать. Поэтому детки по маме. Уже если родила моя циля, то уже точно я знаю, что она родила маленького мне правильного ребеночка. А вы? А что вы? Это тоже надо род человеческий продолжать? Что же он теперь? Ну, хорошо. Но я говорю, что националист по маме. И главное, что он уже определился. Ты знаешь, такой отмучившийся. То есть мужчина, который уже будет ценить. Для вас принципиально важно, чтобы у вашей жены было высшее образование? Конечно. Правильно. Что она даст детям, да? Когда говорят сегодня, что высшее образование это вообще ни о чем. В каких-то случаях я тоже говорю, а зачем вам высшее образование? Работайте. Не хватает сегодня рук. Все. Я определилась. А красавица должна быть? Нет, какие вам нравятся? Телесные или наоборот сухотки? Ну, вы знаете что? Опять же, вы меня просите сделать математическую формулу. Ненавижу худых мужчин. Вот просто ненавижу. Вот никак они мне. Только как друзья. Вы знаете, женщину видно, когда она входит в комнату. Если это настоящая женщина, все видят ее и красоту, и интеллект, и все понятно. Я думаю, что она неправильно говорит то, что ненавидит худых мужчин, во-первых, это плохо, а жить худыми мужчинами, это хорошо. Девчонки, советуете своему другу? Вот, кстати, мне вот это уже начинает радость. Что это у вас такие красивые подруги? Вы знаете, я пригласил друзей, и они... Не друзей вы не пригласили, вот подружки, красотки. Я вам рассказываю, подружки шикарные, конечно, но я пригласил друзей, но жены у одного спрятали паспорт, и не пустили его из Майами на вашу программу. Да. Молодец. Знает. Да, да, да. Слушай, ну... Слушай, ну... Слушай, ну, знаешь, у меня такая же тема была, то есть я тебя не пускал, и все еще. Хорошо, что ты паспорт свой спрятала раньше, чем у тебя его спрятали родственники. Из-за вас было устроено 4 скандала моим друзьям. И лично из-за меня? Лично из-за вас. Что сказали? Что увидят вас, и может распасться семья, они влюбятся, ни о ком больше не смогут думать. Был у нас Пашка, немец, я прямо вот хочу об этом сказать, которого я во время гастроли познакомилась. Замечательная история, все, он приехал сюда жениться, теперь мне жена пишет слезные письма, бывшая, которая при нем вышла замуж, а он был рядом как родственник, друг, привязанный, дочку воспитывает, дочку у него живет. Теперь она пишет, что я разрушила семью, она слегла, папа весь тоже на нервах, что дочку так опустили здесь в программе. Я говорю, я никого не хотела ни обижать, ни разрушать, просто каждый человек имеет право на личную жизнь. Бывший муж, он не родственник, правильно? Дочь родственница, а бывший муж никто. И отпустите, дайте ему возможность тоже быть счастливым. Мало ли что было. А кормушки-то это. Да, а моя продюсера здесь, Катя, сказала, она говорит, если бы все бывшие жены, о которых мы здесь в программах рассказываем, сюда приехали, чтобы от тебя осталось. Так что, можно я привет передам всем тем мужчинам, которых не отпустили? Приветик, мужики. У нас еще все впереди, увидимся. Лариса, за что я ее люблю, она, вот, на самом деле, послушаю, какое-нибудь с ней интервью, это очень искренний человек, очень, очень прямолинейный. Когда моя бабушка мне говорила внуча, женись только на татарине, но если не с татариной, потому что в Москве жила, ладно, за евреи, говорю, бабуля, а почему за евреи-то? Она говорит, вырастешь, узнаешь. Выросла, узнала. Вот сейчас я понимаю. Потому что обрезаны, эти и другие. Это само собой, это само собой. А еще что? Я слушаю его и думаю, он совершенно не принципиальный. Вот для свахи лучше работы и легче работы нет. Мы сейчас его просто любуем. А я тебе секрет еще открою. И быстренько сейчас... Лучше еврейских мужей нет. Они даже если гуляют, они это делают так кошерно, жена в жизни не узнает, никогда не догадается. Поэтому лучше... И на все соглашается. Ему говоришь, вот, толстый художник, говорит, да мне все равно. Послушай, потом разводы бывают очень редкие, между прочим. Я так смотрю, для него и важно, и в то же время он очень открыто. Гибкий человек. Гибкий, вот, ты правильно сказала, гибкий человек. И мне это подходит. Ну я прямо, как говорится, смотреть буду в корень. И особенно про наследство и про традиции. Это вот основное. А любите потом себя на здоровье, кто вам мешает. Тамусичка, а что звезды? Корень. Корень, ну ты хотя бы не испортишь за это время, что ты в программе. Корень, это вот про корень пусть и рост. Это ко мне. Да. Я как раз про нее и сказала. Венера в овне, Марс в деве с Юпитером. В первую очередь, конечно, вы человек страсти и в то же время прагматик. Люд и страсть, это то, что есть в вашей жизни. Вы очень наблюдательно подмечаете какие-то вещи, которые водолей, которые вас отталкивают. Поразительным образом гулять вы можете с кем угодно. Но вот для брака вам нужна действительно женщина абсолютно неожиданная. Она должна будоражить вашу жизнь. Это должен быть оригинальный неожиданный человек, который всегда стремится к переменам, за которым вам хочется тянуться, чтобы было все время что-то невозможное. Мне нравится смелость этого мужчины, поскольку он все еще продолжает искать себе женщину. Он не унывает, да? Да. Знакомьтесь с первой невестой. Удачи. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алёна, 30 лет. Менеджер в международном рекламном агентстве в Тель-Авиве. Много путешествует по Европе, занимается спортом, читает романы и отменно готовит блюда итальянской кухни. Предупреждает, что в её доме никогда не будет домработницы. Мечтает провести медовый месяц на острове Бора-Бора. Алёна устала терпеть постоянные загулы мужа, молча собрала вещи и ушла. Надеется, что Джордж – надёжный мужчина. Салом, Алёна. Здравствуйте. Какие вы все красивые. Вы к нам прилетели из Израиля. Из Израиля, да. И что так? Уж там женихов и все такие красавцы. Ну вот, хотелось попробовать. Может быть, здесь моё счастье. Оно очень красивое. У меня такая барби, но мне кажется, что ей не идут её светлые волосы. Вот на фотографии было темнее, было гораздо лучше. Но у вас уже был брак? Да, я была один раз замужем. Я вышла замуж очень молодая, мне было 18,5 лет. За грузинского еврея? Да, за грузинского еврея. Прожили мы вместе около трёх лет. Детей не родили? Детей не родили. Оказалось, что в нём грузинского больше, чем еврейского. И любил по сторонам он всё-таки. Смотрите, это были мои догадки. Как бы за руку не поймала, но были молодые. Я могу сказать, что были молодые. Что там была за историей с телефоном? Смотрите, это просто где-то увидела что-то на какой-то, может, вечеринке за каком-то застолье, приревновала своего мужа бывшего. Послушайте, наше сердце практически никогда не обманывает и не подводит. И если мы где-то увидели фотографию, где мужчина, наш мужчина, любимый, обнимает другую женщину, мы точно знаем, дружеское это объятие или нет. И я думаю, что это был не единичный случай. И поздно, наверное, приходил. Были скандалы, поздно приходил. То есть она очень подозрительная, ревнивая. Ну, значит, она не верила ему и не доверяет людям. Может быть, правда были причины? Ваши родители все время держат руку на пульсе и подсказывают, и говорят, и оберегают. И что мудрая мама не сказала, Аленочка, потерпи. Твой папа тоже гулял, паразит. Здесь до 86 лет. Ну, смотрите, это была такая вот первая любовь со школы. И, конечно, родители не были в восторге от этого, но в конце согласились. А он легко вас отпустил? Нет, это было не легко. Не плакал, не просил прощения, не говорил, что я исправлюсь. Были извинения, хотел вернуться, но я просто не видела будущего, не видела перспективы в этих отношениях, и мы развелись. Ну, она, видишь, какая решительная взяла, ушла от мужа, прям собрала вещи. Такая может и понравиться, а может и напугать, быстро уходит. Сколько вам было лет, когда вас увезли в Израиль? Я переехала в Израиль в 10 лет. Откуда? С Одессы. Да, в Одесситка. Вы по маме только еврейка? По маме, да. А папа? Папа русский. Вам нравится Джордж? Да, вы знаете... Классный, правда? Очень. А что в нем нравится? Очень обаятельный мужчина, очень интересный. Нам, конечно, нужно будет побольше пообщаться. Кстати, по поводу общения. Вы... мне тоже это нравится. Не хотите, чтобы домработница, сами любите убирать. А вот у нас Джордж не очень хочет, чтобы жена тут венька махала. Нет, вы знаете, есть просто довольно разумный момент в еврейской семье, почему имеет смысл всегда иметь домработницу. Потому что если муж, допустим, оставил где-то чашку или что-то сделал, делает это постоянно, и это убирает жена, это начинает ее раздражать. А если это убирает домработница, то это не так раздражает. Я с ним согласна. Как с ним? Ты с ним согласен? Почему? Согласна, все. Домработница никогда не помешает в доме. А вот вы в Израиле будете останетесь? У нас вот он, как говорится, ездит везде. Я могу сделать релокейшн и с работой тоже. Это не проблема. О, как замуж-то хочется, а. Она все согласна. Да, очень хорошо. Молодец. Да, пора бы уже. Да поздно уже. Не пора. В армии служили? Нет, вот из-за замужества мы можем как бы не идти в армию. Но я не ходила в армию. Наверное, это все-таки не его типаж. Потому что все-таки... Почему ты так думаешь? Ну, потому что он такой с приколом, с чувством юмора. А она, мне кажется, немножко такая суховатая в этом плане. Ну, очень симпатичная девушка. Ну, симпатичная. Но внешняя красота – это еще не самое главное для опытного мужчины. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, с семейной традицией, скелет в шкафу. Давайте пообщаемся, раз было выражено желание пообщаться побольше. Давайте пообщаемся. Пожалуйста, проходите. А мы последним чаем пока. Рон, вы из Израиля? Нет. Откуда? Я из Армении. Из Армении? Из Еревана. Вы армянин? Да. Армянин? А я думала, что вот, думаю, вот классик, прямо вот типичный еврей, да? Да. Его везде принимают за своего. В Турции он турок, в Армении армянин, в Израиле... А вы? Я тоже армянка. Типичная еврейка просто. Он мой двоюродный брат. Красавец. Если вы одинокие, у вас... Да, я тоже не замуж. Приходите к нам. А я женат, у меня ребенок. Женат, кстати, в зале. А где вы в Израиле живете? В Тель-Авиве. В Тель-Авиве? А где в Тель-Авиве? Я Тель-Авив довольно хорошо знаю. Да? На Бен-Юу, да. А, ну, Бен-Юу, да, очень хорошо знаю. Часто бываешь ты в Тель-Авиве? Денек провожу в Иерусалиме, денек в Цфате и денек в Тель-Авиве. Ну, очень хорошо. У нас будет, дай бог, будет возможность еще больше видеться. Так, что-то вы там уже минута прошла, друзья мои. Может, они уже уехали? Может быть. Какое у вас украшение шикарное просто. Спасибо. Вам очень подходит. Да, уплатишь. И сами вы. Ну что? Нет, теперь сюрприз, дорогая моя. Уже обо всем поговорили. Да, да, я очень долго готовилась. Я знаю, что ты очень любишь читать Веллера, поэтому я приготовила для тебя необычный сюрприз. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогая программа. Давай пожелимся. И, дорогой гость Джордж. Тут ко мне обратилась одна очень милая девушка с просьбой, понимаете, написать вам книжку и подарить ее. Ну что, мне, конечно же, очень приятно делать. Я думаю, что у этой девушки хороший вкус и имеет смысл к ней присмотреться. Желаю всем правильного выбора. Счастливо. Ваш Михаил Вебер. Да. Круто. Это правильно. У меня аж мурашки по коже. И он лично для тебя подписал книгу. И я хочу вручить ее тебе. Я могу вам передать, что вы посмотрели. И это вы еще. У вас шапочное знакомство. Знаете, какие сюрпризы могут вас ждать в браке? Знаете, на прошлой программе дарили колбасу, а я надеялся на сыр. Все это могу. Да. Спасибо вам. Проходите. Спасибо большое. Помните, не забывайте цветочки. Очень приятно было познакомиться. Такой автограф от любимого писателя. Это отличный сюрприз. Классный сюрприз. Но она прям еще доволен, смотри. Доволен. Ну, блин, это ничего такого. Очень милая, красивая, приятная девушка. Возраст не смущает? Вы знаете, я считаю, что... Честно? Нет, абсолютно. Ну, какой молодец. Слушай, вообще... Какой романтик. Розы подарил тебе. Такие красивые. Я прям шокирована была. Девчонки, а вам понравилось? Да, прекрасная девушка, воспитанная. Я не думаю, что это то, что нужно делать. Почему? Объясните, аргументируйте. Мне кажется, что как раз те искорки, те огоньки, о которых говорила Тамара, я думаю, их не хватит Джорджу надолго. Дело в том, что в ней ярко выражено желание контролировать ситуацию, зная Джорджа, может возникнуть как раз этот конфликт интересов, потому что Джордж все-таки человек самодостаточный, свободный. Послушайте, мы все женщины должны контролировать своих мужей. Если мы этого делать не будем, семьи не будет. Потому что да, власти маслинки, девочки, вот к сожалению, реально вскаковать. Если женщина не держит руку на пульсе, значит ей мужчина безразличен, значит она ждет его смерти. Я не знаю, чего ждут заельтянки конкретно, но они очень такие, у них самомнение такое прям. Ну да, есть такое. Оно вот я... Потому что это Восток, и очень много внимания у всех от мужчин. Тебе понравилась невеста? Да прекрасная просто, наоборот, 30 лет, но вот сюрприз все поставила на свои места. Молодец, да. Значит, всегда в креативе не будет скучно, есть чем заниматься, и более того, не будет вам мозг выносить, пока вы будете его шататься, хотел сказать. Слушай, мозги у меня отсутствуют, поэтому у меня чего вылезет. Ну конечно отсутствует-то, но кто жену-то оставляет вообще-то? Еще хвалится, молодец, что рога еще не выросли. Она умница, будет, как правильно сказала Лариска, контролировать, и все в семью, в семью, и детей прямо завтра родить. Видите, какая я молодец. Все. Ты же готова и рожать, и летать. Я все. Ради любимого мужчины я согласна на все. Как она уже сказала, как замуж хочется, а? Что звезды, Тамара? Рыба. Сувениры в рыбах, и должна сказать, конечно, человек очень любящий. Поняла, что вам нужна луна в Водолее, поэтому внутренне она вас очень хорошо понимает. Буквально, вот так сказать, прониклась в то, что вам надо, и что вам будет понятно. Джордж, встречайте вторую невесту. Привет, Джордж. Здравствуйте. Меня зовут Яна, я также гражданин мира, живу сейчас в Лондоне, жила в разных других странах, поэтому можно будет путешествовать вместе. Прекрасно, очень приятно познакомиться. Нет, Саша, спасибо. Яна, 25 лет, офис-менеджер в частной компании по недвижимости в Лондоне. Любит путешествовать, но ни в одной стране не чувствует себя туристом. Гордится тем, что говорит на пяти языках. Мечтает создать международный гуманитарный центр по защите прав детей и женщин. Яна признается, что ее бывший избранник был настолько скучным и сонным, что ей иногда казалось, что он не живой. Надеется, что Джордж ее заинтересует. Здравствуйте, девочки. Вы родились где? Я родилась в Дагестане, на Кавказе, вот, Горская. Мы в 96-м году переехали в Израиль. И там я прожила всю жизнь. А потом, так, родители потолкнули поехать учиться в Москву. Поэтому я говорю на русском, собственно, нормально. Раньше это было немного попечальнее. Вот, там прожила, прожила здесь в Москве пять лет. Потом в Сингапуре учились или работали? Мне кажется, такую жену он может брать все время с собой в деловой повестке. Конечно. Кстати, да, это интересно. Она будет еще и как переводчик. А вот этот мужчина, сонная муха, он англичанин или еврей? Он израильтянин, но живет в Англии уже очень много лет, более 10 лет. И мне кажется, все-таки Англия как-то их затягивает в какой-то момент. Послушайте, я просто знаю вашу историю. По-нашему это называется «беситься с жиру». Просто мужик был, ну, золотой. Виделось, что в съемной квартире у вас сломана гладильная доска, покупал, без слов. Не знаю, там, сушилку для обуви менял, если она... Что вам не хватало? Какая вы балованная девочка. Мы остались друзьями, и хорошо, и приятно расстались, но... Что не так-то было? Просто немой человек, и все. Немой, ну что значит, это... Сушилку... Я не знаю, почему не вижу их вместе. Как-то вот что-то мне не сходится. Может, ты закудряшек? Нет. Ты знаешь, Роза, я тебе объясню, что если бы Яна осталась в Дагестане, то вот этот суцум, конечно, бы давил на нее. Как это так, 18 лет уже все повыходили замуж, а тебе 18 с половиной, а ты еще в девках ходишь. В Израиле воспитывают детей свободными, понимаешь? Народ так намыкался, что сейчас... Вот посмотри, ты повысила голос на Яну, ты видела, какой у нее блеск в глазах, как она на тебя зыркнула? Нельзя так с детьми не разговаривать, потому что к суду. О чем ты говоришь? Поэтому дети там, как свободно пасущиеся куры. Да, ну поэтому так, знаешь, вот с одним подходом выбирать буду. Нет, свобода первичнее. Сегодня уже никто до 30 лет не то что не парится, одинок или не одинок. Поэтому дети не здоровы рождаются. Кто тебе сказал? Что, где-то родный возраст, что значит, кто сказал? Я сказала. Нет, медицина в Израиле такая, я тебя моляю, в 45 рожают. Знаешь, от того, что я буду себе этой грязью мазать везде, у меня, как говорится, не рассосется и здоровье не появится. Особенно при рождении детей, это уж как природа. Ну, во-первых, у Яны возраст еще не критичный, 25 лет только поэтому. Я про другое у нее ментальность, он какая нет, жених был прекрасный. Свободный человек, я за вас. Нет, правильно, правильно, нельзя. Потому что красивые, талантливые дети родятся только по любви и страсти. Я не вижу их вместе тоже, почему-то. Причем я с новидией жены. Звезды, звезды мне говорят об этом. Мне кажется, лучше быть одной, чем быть человеком, с которым вам нехорошо, и я буду лучше предана себе. Все болезни. Представляешь, когда ты будешь ложиться с ним в постель и думать, что ты сдох, скотина. Ты еще не уснул? При таких деньгах лучше жабу в рот, точно. Нет. И никакие деньги не залили. Что-то розочка-то сама не разбежалась замуж. Да я старая уже для замужества. И честная. Я просто молодой тело. И что, молодое тело люблю, поэтому по... Ну, что же ты это... Может, грязь попробовать? Пунктирно, а? Может, грязь попробовать все-таки. Грязь? Конечно. Да у меня же климакс, какая грязь. А знаешь, она как грязь-то помогает. Чуроса? Конечно. Ну, ладно. Как у Губермана. Старость не радость, моразм не оргазм. Такая обаятельная улыбка, с ума сойти. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Ян, честно, волосы свои? Честно, свои. Губ тоже. Нет, никакие не за... Нет, я заеду. Просто прям сижу сейчас и думаю. Вот бы по щучьему велению все эти волосы мне. У моей подруги тоже. Ну и выбрю метка. Это мой цвет. Спасибо большое. Ну, круто. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и семейная традиция. Ну, скелеты меня не интересуют, потому что я считаю, что у хороших еврейских девушек скелетов не может быть. Давайте семейные ценности. О, как вы ошибаетесь. Правда, Ян? Лучше заблуждаться. Ну, так что? Давайте семейные ценности. Есть? Родители? Семейные ценности, да. Ну, смотрите, нам очень важно образование в семье. Вот. И, в принципе, это не нечто передаваемое всегда у нас. Я довольно-таки светская, но... А родители светские? Тоже, да. Но все-таки я думаю... Ну, в своем доме всегда с детства я думаю... Ну, хорошо, в шаббат не работают, надеюсь, родители? Ну, вроде нет, но если нам сильно надо будет, то как бы... А, ну, значит, светские. Да. Своими поступками? Ну, да. Ну, как бы вот, говорят... Готовить умеете? Да, очень люблю. Для вас важно, чтобы жена умела готовить? Ну, вы знаете, что, естественно, в семье важно, чтобы умели готовить. Я сам очень хорошо готовлю. Вы не только хорошо готовите, вы еще и хорошо поете, я знаю. Ну, могу спеть. Я бы очень хотела послушать. Давайте с большим удовольствием. И мне как не хочется невесту просто отпускать, я хочу вас бежать. Моя любимая песня, партнер. Я обожаю. У меня не облеска в глазах там совсем не было искрения. Вы же сразу сказали, что они не подходят друг другу. Вот и так и получается. Не стой, стой! Ну, а это в конце увидим. Тихо, как в раю. Звезды над местечком высокие и яркие. Я себе пою. Я себе краю. Опустилась ночь. Отдохните, дети. День был очень жарким. За стежком стежок. Грошек стал тяжел. Как классно, что он поет, да? Да. Это супер. Ой, вей. Будет день и будет пища. Жить не торопись. Иногда богаче, нищий тот, кто не успел скопить. Пел один еврей. Так он сказал, что все проходит. Солнце тоже, вей, садится на заходе дня. Но оно еще родится. Жаль, что не в пример меня. Жил один еврей. Так он сказал, что все проходит. Девочка моя, завтра ты опять ко мне. Ты что, будешь ходить в караоке? Да. Вместе. А ты поешь хорошо? Нет, я нет. Зачем? Муж поет. Обожаю эту песню. Обожаю. Но она какая-то необыкновенная, правда? Как важно в семье, конечно, и хорошо готовить, и еще и специи. А у вас какой сюрприз в ответ? Да. У меня есть чудесная песня, она израильская. У нее очень такой приятный смысл, положительный, очень красиво, мере. Вот, так как я говорю на пяти языках, я ее перевела. И начну с русского языка, чтобы более понятен был смысл. И вот на разных языках ее проговорю. Я петь не умею, танцевать умею. Но танцевать не буду. Проходите, спасибо. Я приличная девушка. А танцуй только неприличная. Правильно. Ты все время танцуешь. Да, я и пою еще. Представьте себе красивый мир. Менее грустным, чем он есть. А мы там ходим с солнцем в карманах. Мы от кого-то куховим, В азман овергли пахать. И они удачли в гошата вегана этой. И мы хотим немного благодарить, Потому что это не раки. И в многих этих хохочах, Ушенену басмиха. И мне натофет אותи, Ваумерет ли, Вахарикре, Машер отцита. Я на нафоне отражение, Мегрусти шест. Мегрусти шест. Мегрусти шест. Она и на английском, Видишь, и на французском, Мегрусти шест. Молодец. Красиво читала, да. Вот даже осуждать, Даже говорить о вас нечем. Вопросы вам не знаешь, Какие задавать. Потому что как только приходят Из правильных семей Девчонки и ребята, Все и так понятно. Прекрасная девушка, Свободная, Независимая, Умная, Уверенная в себе, Молодая. То есть мне кажется, Что Джорджу было бы Или будет очень интересно. То есть это вас не раздражает, В отличие от предыдущей невесты? А мне предыдущая не раздражает. Не, ну это больше подходит. Мне больше подходит. Да, мне больше подходит. Это однозначно лучше подходит. Мне больше, Очень глубокая, Очень такая прям девушка, Много о чем можно с ней поговорить. Яна, 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 Ты крутая. Ну ладно. Да. Это было так романтично. Главное, что тебе понравилось. Мне кажется, Ему понравилось очень. Очень приятная девушка. Сразу видно, Образованная, Очень правильно поставлен текст. То есть Свободная. Красивая, свободная. Опять же, у нас похожий менталитет, Так как у меня менталитет все-таки западный. Поэтому Вот это понятие Работа в Сингапуре Или в Лондоне Или где-нибудь еще Для меня абсолютно Нормальная история. Даже скорее позитивная, Чем негативная. Да, при этом, посмотрите, Хочет вернуться к корням И говорить, Что родители, Видите, Если надо, Что они будут работать в субботу. Что нехорошо. Я в своей семье буду. По-другому немножко строить. Поэтому хочу с мужем договориться, Что у меня будет Более традиционная семья. Да какая традиционная, Лариса? О чем ты говоришь? А вольная она девочка. Да она прекрасна. Спору нет. Но не надо забывать. Яночка, это я тебе говорю. Это пока она не замужем. А потом выйдет замуж. Да она так до сороковника Не выйдет замуж Такими этими Своими мыслями. Я тебе говорю. Во-первых, запомни. Ну, умная же девочка. Влюбленность, Про которую ты говоришь, Что вот, Как Лариса тебя поддакивает, Что замените расстрелом, Что прям, Что потошнило. Влюбленность на три года. Потом, извините, Организм привыкает, И химия вообще рассасывается. А не будешь ли потом Искать новый источник? Глазки что-то выпучил. И что сидишь-то? Он слушает его. У меня глаза большие. Да. Так она вот закончится влюбленность, И пойдет она эту влюбленность Искать в другом месте, милый. А тебя уже под 50, Мой хороший. Сидит он. Да-да-да, Вольную я дам. Нельзя, может, Это же он опускать. Нет, ну смотрите. Во-первых, Невольные женщины Не годятся только для слабых мужчин. Начнем с этого. Это, во-первых. Во-вторых, Женщина-еврейка До брака и в браке. Это два разных человека. Ты правильно поняла? Вообще, вот я ее обожаю. И мне кажется, Что ему ты понравилась. И главное, знаешь, Что ты понравилась очень Его друзьям. Вот эта вот, Которая сидела Вот с черными волосами Рядом с ним, Она прям глазами Вот прям ей нравилась. Тамарочка, Что звезды? Яна рак. Типичный рак. Четыре с половиной Планеты в раке. И, конечно, Это человек семьи. Действительно, Она настроена На семейные ценности, На традиции. Но это Жена не рукавица. Ей очень важно Саморазвитие. И что самое интересное, Вот здесь как раз И может быть Вот эта неожиданность, Где вы будете Пытаться друг друга удержать. Вот это интересно. Но у вас еще есть одна невеста, Проходите, Знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, Джордж. Очень приятно с вами познакомиться. Очень приятно с вами познакомиться. Чудесно пели. Сегодня я вам тоже спою. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ника, 19 лет. Певица, композитор, Преподает музыку. По ночам пишет стихи. Мечтает открыть музыкальную школу. Гордится тем, Что не боится принимать решения И резко менять свою жизнь. Ника прекратила все отношения С возлюбленным После того, Как он стал общаться с ней В ультимативной форме. Надеется, Что Джордж Поддержит все ее начинания. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ника, Вы пришли с родителями. Да, пришла с родителями. Невероятно. Мама выглядит на 30 лет. Согласна. О, семья такая. А, она пришла со всей семьей. Смотри, какая молодец. А вы откуда к нам? Я из Москвы, Но сейчас живу И учусь в Израиле. А родители? Родители в Москве живут. А, вы не переехали в Израиль? Что так? У нас свои задачи. Это наш выбор. Ему нужна женщина, Которая будет с ним Ну, реально идти по жизни. Которая будет его поддерживать, Которая будет опорой. А это, ее надо опекать. В Израиле у вас начался роман С евреями из Германии. Да. Мы познакомились в Израиле, Когда он приехал отдыхать И путешествовать. И влюбились друг в друга Абсолютно без памяти. И отлично провели две недели вместе. Вот. И он мне говорил, Что он хочет меня увезти в Германию, Познакомить меня с родителями, Жениться на мне и так далее. Я была на все это готова, Как бы в тот момент. Вот. Но... Что произошло? Потом оказалось, Что он просто был не готов Сдерживать свои обещания. Вот. И... Просто он понял, Что он еще не готов К таким серьезным отношениям, К такой ответственности. В 19-е год он стал повстречаться С... Мужчиной. Как-то папа еврейский. Не очень в руках дочку держит. Это ваш братик? Да, это мой младший братик, Илюша. Сколько вас двое? Нас четверо у папы, Трое у мамы. То есть у моей старшей сестра. Старшая, старшая. Да, она в зале сидит. Да. Со своими младшими, Со своими детишками. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Я тогда к родителям обращаюсь. Будь здоровы, Томусечка. Будь здоровы. Самуил, Алина, Не староват жених? Ну, вы знаете, У нас с женой разница В возрасте 15 лет. И это не испугало Ни ее салон, Ни ее родителей. И когда есть настоящая любовь, То никаких преград не существует Для этого даже возраста. Ну, а с другой стороны, У меня тетя разница тоже 12 лет с мужем. Живут прекрасно уже сколько лет. Смотри, 17 лет Это немножко больше, чем 12. Ну, у вас остался один бонус. Скелет в шкафу. Может быть, ей сейчас по паспорту Скажут, что ей 92. Просто она так выглядит. Рискнем? Грязь ваша. Ну, а я вот хочу узнать, Что за скелет. Ну, а я против. А? А я против. Ну, противный. Вдруг не правильно, что против. Нет, хорошо, что против. Не надо. Да ладно, Что там у нее в 19 лет может быть? Секрет. А сюрприз приготовили? Конечно. Покажете? Будьте здоровы. Живите с богатым. Почему ты мне так не сказала? Что там у нее в 19 лет? Cuando sund subscriТся с богатым. Что там у которого нет? Что там у него нет? Как бы у него нет? Что там у нее? Что это вы в 19 лет? Что там умерили? Что, то или же иди. Что там у неё? К donne자�ки команды. Это должен быть такой нежный мужчина Который ее будет вот так вот в остальной вазе хранить И все А ему надо, который будет с ним в вагоне в воду 15 часов перелетов А потом опять и на подводной лодке Абсолютнейший ангел Ваша девочка Ангел, берегите ее Забирайте цветочки и проходите в комнату Спасибо вам Светлый человек, светлая девочка Самуил А это не нам подарок-то? Да, сейчас Я проводил Какая глазастая Послушайте Отче значит татарка, да? Да Свою не отдаст Это потому что настоящий сварка А знаешь, как говорится, нам чужого не надо Но свою чьим бы оно не было, не отдадим Да Но на самом деле Этот подарок Джошин Эх, промахнулась мать Да, но, как говорится Хочется сказать Что В еврейской традиции Очень большое значение Уделяется вину Да Кошерное вино-то? Да, это кошерное израильское вино Пусть пьет на здоровье Я хочу подарить Джорджу Пожалуйста, спасибо Чтобы Да Спасибо, очень приятно познакомиться Да, здорово Мне хочется пожелать Джорджу Чтобы он Нашел свою вторую половинку И Чтобы на Свадебном столе Стояла эта бутылка И чтобы Своими руками Джордж откупорил ее И первые капли Из этой бутылки налил в бокал Своей невесте Слушайте, вы больше похожи на цыганского барона Чем на еврейского папаша Нет, почему? Правда А по поводу еврейской традиции Я хочу сказать, что Ника В то время, когда Родился у нас Ильюша Она была в еврейском лагере Изучала еврейские традиции И она сказала, что Мальчику надо обязательно сделать обрезание Вот И ее поддержала ее сестра Лея И мы поехали в синагогу И Моэль Читал молитву И держал в руке бокал вина Поднимал его Когда нужно было сказать Амин Поскольку я не знаю Он мне такое делал напоминание И он помазывал этим вином Губы ребенку И мы отхлебнули из этого бокала Вина И когда обряд купы В синагоге происходит То под купой Равины читают молитву И тоже держат в руке бокал с вином И передают его друг другу После того, когда Прочитает какую-то главу Отпевает глоток И передает другому равину А после этого Из этого бокала Отпевает Жених и невеста Поэтому Вино Идет Через всю жизнь От рождения До свадьбы И это вино Пускай принесет вам Радость и счастье Спасибо большое Прекрасная дочка Спасибо 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 Девчонки Вы смотрите 19 лет Талантливая девочка Красавец Светлая Да Чистая Слышь, конечно Нужен молодой человек И там все сложится И пускай у нее Два кота в мешке Сформируют то, что нужно Родители какие хорошие Помогут, собственно говоря Поэтому правильно Пусть поет пока Я готова Я вот чувствую, что я готова уже Я считаю, что ты готова Потому что Это зависит не от возраста Это зависит от уровня сознания И понимания того, что ты хочешь Тамарочка Она Овин И должна сказать, что у вас Абсолютно одинаковые Чувственно-сексуальные потребности Действительно, водолей И рыбы могут быть ее браком И плюс ко всему Это должен быть человек Издалека раз И человек, который близок К ее профессии Друзья мои Слушаю вас Девчонки, глаза горят А я советую Яну У нас единогласно получилось Да, Роза Понятно, Яночка приглянулась А я говорю, нет Аленушка Готовая жена Понимаете? Вы тоже Вас еще и пинать надо Еще и собирать надо Это такой сидит Что-то рассказывает Поэтому Яна Вы только видели Только видели вы ее Вы готовая Правильно говорили Я готова Раз За две секунды Родила тут Троих Ну если девушки были приятные Они все были восхитительные Они все восхитительные Все, никто не говорит И Никочка Дай бог я здоров Ну я думаю Еще придут к нам И Алена замечательно Ну вы с Яной пара Пара Это очевидно А звезды не разочаруют Тамарочка Пожалуйста Нет, не буду разочаровывать В данном случае Потому что действительно Это может быть Очень необычный Интересный Союз И вот то, что вам нравится Как Роза сказала Видите, понимаете Вот именно это вот Ощущение того Что где-то вы оба на грани И щекочете друг друга Оно и будет удерживать Мы вас поддержим в любом случае У вас еще есть 30 секунд передумать Проходите, когда вы решили Ну вы такая современная Васа Железнова Правда, мужа развратника На тот свет не отправили Не отравили Если бы хоть один из них Был разратником Я бы его не травила Я бы его прирезала Прямо на месте То есть и рука по меня Не дрогнула ни на минуту Я предлагаю всем Выйти и поддержать Джорджия Я считаю, что у нас есть Очень похожий взгляд на жизнь Какой-то похожий опыт В смысле путешествий И это очень важно в жизни Потому что если нет Общего фундамента Кроме как еврейского То очень сложно продолжать общение Так что вот мы решили У нас есть пара Джордж и Яна Если вы одиноки Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я Лариса Кузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, отвернись Удачи, очень за вас рады Удачи, очень за вас рады